всем привет дорогие друзья сегодня в этом видео я назову 5 минусов iphone 10r пользовался им практически 4 месяца первый минус это его цена стоимость у него немножко завышена сейчас на данный момент в магазине вы можно приобрести за 48 тысяч рублей иногда бывают скидки поэтому я рекомендую покупать именно по скидке второй минус это бедная комплектация если вы покупаете смартфон за 48 тысяч рублей вы вряд ли найдете уже комплектацию в которой будет у вас и провод lightning и наушники и зарядка это комплектацию можно конечно продать и примерно отбить 5000 рублей но уже современные iphone и даже iphone 10r продают уже в новой комплектации в котором есть только провод с лайтнинга на тайп си и вам придется докупать и зарядкой наушники за такую стоимость конечно комплектация очень бедная третий минус что в этом смартфоне всего лишь памяти 64 гигабайта из них доступно 50 с лишним расширить нельзя никак в тех же самых android их можно поставить флешку и также в android их можно установить дополнительно вторую и третью сим-карту здесь всего можно установить только одну наносим карту четвертый минус айфона 10r у него экран всего лишь hd плюс и плотность пикселей 326 ppi экран очень качественный хорош мне нравится айпи с его матрица с максимальными углами обзора обычно в айфоне устанавливают максимально хорошие качественной матрицы но плотности пикселей не хватает если например сравнивать с конкурентами теми же самыми андроидами плотность пикселей там выше если вы заходите в инстаграм и смотрите картинку положите рядом два смартфона и вы увидите что допустим на том же сам самсунге s10 и или какой-нибудь сяоми mi 9 mi 10 там плотность пикселей выше 400 ppi а в iphone 10r 326 ppi даже разница в плотности 100 пикселей если при если присматриваться к деталям то вы заметите что более четкая фотография будет смотреться на андроидах которые стоят значительно дешевле по плотности пикселей конечно iphone 10r уступает конкурентам на андроиде если например учитывать хороший сбалансированный качественный смартфон который стоит 8 с половиной тысячи рублей я покупал redmi note 7 и redmi note 8 там плотность пикселей 4 с лишним ppi так что даже бюджетных андроидах плотность пикселей выше который стоит 10 тысяч рублей этот смартфон стоит практически 50 тысяч рублей и по четкости он уступает если вы фотограф и вам важны детали вы рассматриваете каждое зернышко каждую точку iphone 10r будет уступать бюджетным андроидом пятый минус айфона 10r это его камера передняя фронтальная камера здесь всего на 7 мегапикселей это очень мало в современных бюджетных андроидах передняя камера установлена на 12 мегапикселей на 20 мегапикселей на 32 мегапикселей а здесь всего 7 мегапикселей тут установлен та же самая камера как в айфоне 7 7 мегапикселей для телефона который стоит практически 50 тысяч рублей я считаю что это можно сказать это большой недостаток так или иначе вам может понадобиться передняя фронтальная камера детализация будет очень низкая шумов будет много детализации будет недостаточно так что 7 мегапикселей это конечно смешно в 2021 году за такую стоимость смартфона также по основной камере здесь она всего одна в бюджетных смартфонах тот же самый про который вам говорил redmi note 8 я его покупал за восемь с половиной тысяч рублей и там уже была широкоугольная камера здесь всего одна камера стоит она не дорого я думаю могли бы добавить сюда ее но видимо решили максимально сэкономить также камер не обладает ночным режимом что печально даже в современных бюджетных смартфонах в районе 10000 есть ночной режим если у вас iphone 10 r и вы в нем заметили какие-то недостатки минусы обязательно напишите в комментариях может быть я что-то упустил всем спасибо за просмотр всем пока